Если ты играешь не только в Clash Royale, то у меня есть отличная новость. Мне подсказали один способ, как получить кучу игр на халяву. То есть реально бесплатно. Нужно всего лишь зайти в паблик ВК ВТФ Кейс и написать в сообществу сообщение «Бот, дай ключ». И всё, игра в кармане. И что самое приятное, тут легко можно получить топ-игру типа CSGO или PUBG. Плюс они каждый час выкладывают рандомный ключ на стену. Короче, вообще изи, топовый паблик, ссылка на него в описании. Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. И на моём канале, ребят, стартует новая рубрика. Значит, мои подписчики, которые были на стриме, они в курсе. Я проанонсировал две рубрики. Я сказал свои планы на эти рубрики. И я очень решительно настроен вести эту рубрику активно и постоянно. Чуть ли не каждый день выкладывать. Поэтому сейчас я расскажу об этом в видео. И узнаю от вас, поддержите вы или нет, стоит ли продолжать или нет. Значит, небольшая такая предыстория. Значит, ребят, я нахожусь сейчас на основном аккаунте. У меня уже прокачка практически полностью фул. Все эпики, даже легендарки уже вот-вот. Смотрите, принцесса, ещё одна карта, две карты, ледяной колдун. Там, ну да, есть, конечно, ещё легендарки, ещё прокачивать и прокачивать. Но в основном уже все эпики, всё-всё, все рарки, всё прокачано. По кубкам я, мне кажется, максимум взял потолок. Ну да, ещё 5800 хочу, но даже если возьму 5800, это реально потолок. Я не могу соперничать с теми игроками, которые сидят на таких кубках. То есть, ну реально, наскучило. Игра реально не обновляется, нету никаких новых эмоций, всё по-старому. Хочется каких-то новых ощущений от игры. И я решил пройти игру по новой. Почему я не хочу совершенствовать свой скилл и, да, бомбить дальше топ? Оп, ребят, ну понимаете, чтобы играть на высоких кубках, реально нужно задротить. Ну да, вникнуть в игру, ну да, посвятить себя игре. Короче, либо это тебе дано, и ты реально прям вот, ну, крутой игрок. Либо тебе надо задротить, учиться играть, смотреть атаки топов. У меня на это времени нет. У меня семья, у меня куча личных забот. Поэтому я создаю себе второй аккаунт, и у меня ещё меньше будет своего одного времени. Поехали на второй аккаунт, всё расскажу. Итак, ребятки, я на твинке, значит, пару слов, значит, многие напишут плагиат, стерил идею. Я сразу хочу сказать, как мне вообще эта идея в голову пришла. Во-первых, да, я увидел у Рувина эту тему, как он прокачивает своего твинка и только одну колоду. Я думал сделать, но твинка ещё давно, ещё до того, как эта рубрика у Рувина вышла. Я вообще об этом думал, и у меня были подобные проекты. Я первый уровень создавал и хотел его довести до легендарной арены, но у нас не получилось. Мы взяли 2748. На то время до легендарной арены ещё никто первым уровнем не доходил. Это сейчас, там, 3800 уже апают. Вот. У меня был твинк, который я прошёл почти все арены, до 3800 дошёл, дальше его разыграл. И я ещё создавал аккаунт жены. Тоже хотел такой проект сделать, но не сложилось. Вот. И вот из этого всего не первый уровень, не просто создать твинка не хочется. Хочется реально одну колоду создать и прокачать её. И чтобы у него был маленький уровень. Ну, представляете, шестой уровень на 4000 кубков. Это реально прикольно. Ну, не шестой, конечно. Посмотрим, какой у меня уровень получится. Итак, ребята. Теперь насчёт Ника. Честно, генератор моих идей очень сильно ограничивался. Я хотел что-то необычное. Значит, у меня было несколько вариантов. Усы Гитлера, печень Сталина, MC-дотик, тормозная жидкость, украинский мажор, Петя Тащер, огрызок, перекачанная мудила. Короче, взял вот такой вот ник. Не знаю, можете воспринимать как угодно, но... Ну, как-то так. Естественно, я создам клан. Естественно. То есть, мы будем в клане с вами. И теперь по поводу колоды. Значит, ребята, вообще, что будет с этим аккаунтом? Что я хочу сделать? Вы подумайте, что это, ну, может, временное, да, у меня такое вот желание. Нет, на самом деле, я вот буквально на днях на этот аккаунт закину просто много-много геймов. Ну, не знаю, сколько. 50-100 тысяч. Не знаю. Поэтому на это всё надо финансы. Если на моём канале будет чуть больше рекламы, чем обычно, ребят, ну, не обессудьте. Донатить на два аккаунта, это реально дорого. Это то же самое, что, ну, не знаю, там, иметь две жены, две машины. То есть, содержать их реально надо, и это не дёшево. А без доната в этой игре, вы, ну, сами понимаете, далеко не уйдёшь. А так как я снимаю видео, мне надо уходить далеко. Итак, по поводу колоды. Я уже, наверное, определился. Буду играть с големом. Буду прокачивать голема и все эпики, которые к нему нужны. Но я ещё думаю, ещё думаю. И, ну, буду, так скажем, определяться с этим чуть позже. Ну, скорее всего, будет голем. Голем, принцы, что-то такое. Вы можете в комментариях написать. Возможно, у вас какое-то предпочтение к какой-то колоде. Вот с гигантом, вот, хотите, и всё, и всё, и хоть убейся там. Либо с лавой. Короче, посмотрим по комментариям, если вот большинство там проголосует за какую-то колоду. И прям её сильно захотят. Ну, куда мне деться? Ну, придётся делать эту колоду. Но вообще, я вам предлагаю с големом, вот, на этом аккаунте, сделать колоду с големом. После того, как я дойду до определённого рекорда, что будет дальше, да? Естественно, мне тоже надоест. Возможно, я его разыграю. Но если я буду получать удовольствие, я буду играть на этом аккаунте сам. Ник, естественно, победитель сменить сможет. То есть, я понимаю, что не всем нравятся мои ники, да? Вот, хотя у меня не так много ников было. Вот, ну, короче, поехали. Попробуем сейчас пару каточек сделать. Вначале, конечно, ну, не так прям интересно будет. Но я не знаю, когда вот мне открытие сундуков делать на этом аккаунте. Напишите, на какой лучшей арене. Наверное, когда уже будет доступен колем. Это с шестой арены я буду делать это всё. Так, давайте задефаем вот эту всю тему. Так. А надо было мушкетёра к этому гиганту подкидывать. Честно. Эмоции переполняют. А, кстати, почему я ещё решил создавать тринка? Я на своём аккаунте очень часто у меня бомбит там на высоких кубках. Я реально возмущаюсь постоянно. И как-то ГХГ зашёл ко мне на стрим и говорит, ну, чё ты паришься? Сделай, как я, мини-ГХГ, стрим на нём играй и получай хоть какое-то удовольствие. Ну, хотя на твинке тоже может быть такие ситуации, когда бомбит. Но всё равно, тут на низких аренах хотя бы... Ну, если я буду донатить, то я думаю, что бомбить не буду. Тут реально игроки не сильные. Вот. И мне ещё... Ой. Мне ещё зрители писали, типа, создавай аккаунт и вот этот мой... Да, блин, стим, хватит. Нетачерка, помните моего помощника? Ну, это, короче, он сплагиатил ник, но вы его под псевдонимом Нетачерка помните. Вот он мне написал, что он создал первый аккаунт, он вдохновился игрой. Прямо вот дошёл первым уровнем до восьмой арены. Прямо вот это всё меня подтолкнуло. Плюс вот это у Рувина увидел рубрику... У кого ещё? Школа Клэшера у базы, я знаю, есть. То есть, опять же, у ГХГ есть мини-ГХГ. Ну, я многих сразу и не вспомню, вы там в комментариях допишите. Вот. Но я знаю, что многие подобными вещами занимались. И твинка иметь... У Викинга вообще мне писали, там шесть твинка у него. То есть, ну, не знаю. Когда я разыгрывал ульта, я сказал себе такую вещь, что... Не, невозможно играть на двух аккаунтах, нужно заниматься одним. И прокачивать только один аккаунт, потому что, ну, на это надо финансы. Но это, как бы, я от своих слов не отказываюсь. Всё так же нужны финансы. Но просто мой аккаунт уже подходит к фулу. Реально интересно играть фул прокачкой. Но, ребят, на высоких кубках это то же самое, что играть с плохой прокачкой на низких. То есть, твоя фул прокачка всё равно не тащит. Все уже прокачались, все уже с хорошей прокачкой. Поэтому никого уже не удивишь этими восьмими эпиками. Одиннадцатыми рарками так подавно. Уже все реально перекачаны настолько, что это если бы месяцев пять назад или там полгода, да? Тогда да. Тогда вот с моей прокачкой было бы вообще весело. А так... То есть, хочется новый аккаунт прокачать. И прокачать действительно его сильно. Короче, ребята, посмотрим по просмотрам. Посмотрим по лайкам, дизлайкам на этом ролике. Если прям вот зайдёт, зайдёт. Ну, вы знаете, я никогда не жалел на видосы гемы, деньги. Я буду донатить. Я буду радовать ежедневно этой рубрикой и видосами. Поэтому посмотрим. Если не зайдёт, я ещё не задонатил. Поэтому я откажусь от этой рубрики. Если вам по фану, если вам нравится, то ждите прохождения. То есть, знаете, вам бы было полезно, если бы я прокачивал просто без доната. Такой проект тоже я думал сделать. Ой, Экс, по-моему, такой проект делал. С нуля Клэш Рояль без доната. Насколько можно далеко зайти, показывать колоды. Гайды, онлайн-атаги. Это больше полезно, да, чем интересно. Вот. А я хочу сделать, ну, как по мне, интересно. То есть, прокачивать одну деку. Быть маленьким левелом Башни Короля. По-моему, Гремыч, да, такого игрока, помните? У него лава, шар. И, по-моему, фулл прокачка. Но он, по-моему, восьмой или девятый уровень. Но, опять же, я могу ошибаться. Ну, по-моему, вот так вот. Он нереально невысокого уровня. То есть, у него ни десятый, ни одиннадцатый, ни двенадцатый. Но прокачка у него реально очень высокая. То есть, по фуллу. Шарик фулл. Четвертая лава, по-моему, была. Или пятая, уже не помню. Вот. Я хочу что-то подобное сделать, только с другой колодой. Вот с Големом. Ну, вы, опять же, в комментариях напишите, с какой вы декой хотите. А там мы с вами разберемся. Так, давайте завершать этот поединок. Я, честно, вообще на поединок не обращал внимания. Потому что, так, камон, тут все с нулевой прокачкой. И новички играть не умеют. Хотя, знаете, иногда встречаются очень хорошие игроки на таких кубках. Ну, не часто, иногда. И чувствуется, что играет не новичок. Так. Блин, жалко мне не выпал принц. Но я его выбью однозначно. Я же буду донатить. Вот как-то так. В принципе, это все. Что касается моей второй рубрики. У меня же еще одна рубрика будет. Не только этот проект. Я о ней расскажу чуть позже. Когда уже выйдет об этом видео. В общем, ребят. Много чего еще на канале будет. Все. Бой подходит к концу. Много чего еще будет на моем канале. И я думаю, что это немножко его разнообразит. Вот так вот. 60 кубков я взял. Все, все сундучки набил. Вот. Я еще подумал, может, какие-то фичи придумать к этому аккаунту. Клан создам потом. Придумаю название тоже, чтобы оригинальное было. В общем, ребят. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Ставьте лайк, если хотите продолжение рубрики. Если не хотите лайк, не ставьте. Но на канал подписывайтесь. Будет еще много чего интересного. На этом буду с вами прощаться. Спасибо вам за просмотр. Пишите в комментариях свое мнение. Удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok